Привет, друзья! Сегодня мы разберем красивый элемент летящей брасманки. Если у вас получится, отмечайте его хэштегом PullDreamOnline. Что, приступим? Перед изучением данного элемента обязательно хорошо отработайте базовую брасманку, уделяя особое внимание хорошему захвату коленом. То есть, изучите предыдущий видеоурок. Итак, выполните брасманку по технике предыдущего урока. Обязательно проконтролируйте, что к пилону прижимается сначала прямая или почти прямая нога в области подколенки и лишь потом сгибается, чтобы не было дырки между пилоном и подколенкой. Вы должны отлично чувствовать сцепление под коленом. Не забудьте также для этого положить стопу дальней ноги на стопу ближней. Осторожно давите стопу вниз. При необходимости, вы используете с дополнительными средствами улучшения сцепления. Итак, далее, отлично держась коленом, выпрямляйте ближнюю руку, которая зажимала пилон подмышкой, скользяя ей по пилону вниз, оставляя такой же хват кольцом вниз. Теперь ваши руки держат пилон рядом. Если вы чувствуете отличное сцепление коленом и ближней рукой, попробуйте осторожно увести дальнюю руку в сторону от пилона. Вы выполнили упрощенную версию летящей брасманки. Чтобы выйти из элемента, верните сначала дальнюю руку на пилон, потом переставьте ближнюю в исходное положение. Усложненная версия предполагает отклонение корпуса от пилона. Для этого не выпрямляйте ближнюю руку полностью, оставьте ее слегка согнутой на пилоне и выпрямляя, оттягивайтесь от пилона, держите корпус прямым. Свободная рука вытягивается в сторону. Выход из элемента теперь осуществляется за счет сгибания ближней руки сперва, после захватите пилон дальней рукой и вернитесь в базовую брасманку. Еще один элемент или вариация летящей брасманки, его порой называют эрос. Начните с такого же переставления ближней руки вниз. В этой вариации вы оттягиваете корпус не в сторону от пилона, а вперед. При этом ваша дальняя рука также тянется вперед. В сложненной версии вы также оттягиваетесь от пилона сильнее вперед и дополнительно уводите дальнюю от пилона ногу назад прямой. При этом обязательно проконтролируйте сцепление ближнего колена. Напрягайте мышцы ноги на сгиб сильнее. Не выполняйте эту вариацию без страховки, так как вы держитесь фактически только на одном колене и нет дополнительной поддержки в виде давления второй ноги. Выход из трюка эрос такой же по схеме. Сгибайте ближнюю руку, приводите корпус к пилону и захватывайте руками пилон в исходное положение. После поднимайтесь наверх, чтобы выйти из брасманки. Тренируйте вариации летящей брасманки на обе стороны. Итак, сегодня мы разобрали элемент летящей брасманки. Желаю вам продуктивных тренировок. До новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»